Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря отчет по инфляции в еврозоне. Мы его ожидаем в 9.00 по GMT. Напомню, что для Европейского Центрального Банка инфляция имеет такое же принципиальнейшее значение, как инфляция имеет для Резерва. То есть от этого зависит, какое решение по ставке будет дальше, будет ли ставка вообще расти, какого пикового уровня она достигнет, что будет происходить с национальными облигациями и, соответственно, как все это будет сказываться на динамике валютного актива, который стоит за европейской экономикой. Ситуация с инфляцией в еврозоне не такая, скажем, радужная, как и в США. Тенденция, может быть, снижения и присутствует, но все равно индекс потребительских цен остается на очень высоких значениях. И сегодня как раз мы будем разбирать статистику по еврозоне. На мой взгляд, данные, которые мы увидим сегодня, особый акцент сделаем на базовых потребительских цен, лишь докажет нам то, что Европейский Центральный Банк должен и дальше повышать ключевую процентную ставку. Это не говорит о том, что до конца этого года неизбежно там три повышения. Но я всерьез настроен на то, что ЕЦБ стоит поднять ставку еще как минимум два раза, что в любом случае больше, чем потенциально может сделать Федрезервы. И, соответственно, здесь вырисовываются перспективы торговли и так называемые идеи контраста монетарных политик. Европейская валюта сейчас котируется на уровне 1,0920. Ранее мы обозначали тенденцию того, что с большей долей вероятности евро вернется к локальным максимумам. Сейчас именно это и происходит. Также сегодня в 12.30 по GMT мы ожидаем данные по расходам и доходам. Личные доходы, личные расходы, индекс расходов на личное потребление, первичные заявки на пособия по безработице. Все американская статистика, которая станет для нас дополнительным уточнением того, что происходит с американской экономикой. Но при всем уважении к этим релизам, все равно это своего рода прелюдия перед завтрашним выходом Non-Farm Perils отчета, который точно станет источником еще более серьезных движений по индексу доллара. И если все сойдет, так как лично я визуализирую и хочу, то индекс доллара может перейти к развитию еще более выраженной нисходящей динамики, потому что потенциально завтра нас ждут очень слабые данные по национальному рынку труда. Давайте по порядку. Рынок нефти 85.21. Мы с нетерпением ждали четверг, потому что очень хотелось увидеть китайскую статистику. Учитывая, что столько было времени ранее потрачено на анализ фундаментального фона Китая, потому что Китай мы рассматривали как будущий триггер роста цен на нефть из-за того, что Китай должен был бы обеспечить рынок черного золота значительными показателями спроса. Но некоторое время назад возник определенная проблема, скажем так, с динамикой экономического роста, и нам нужна была статистика обновленная, чтобы еще раз взглянуть на ситуацию в Китае и понять, стоит ли нам рассчитывать на восстановление спроса к концу этого года. Сегодняшний блок данных по активности производственного сектора и сферы услуг я бы все-таки характеризовал как неплохие, потому что по факту промышленный сектор восстановился со 49,3 пунктов до 49,7. Да, это ниже 50, но все-таки прежде чем мы окажемся выше вот этой разделительной отметки и уйдем в зону роста, нужно, чтобы индекс выбрался с тех минимальных уровней, на которых оказался некоторое время назад. А сфера услуг пока держится в зоне роста, 51 пункт, это неплохо. Помимо китайских данных, стоит отметить, что на стороне покупателей сейчас статистика по запасам нефти США, по данным администрации энергетической информации запасы нефти США на прошлой неделе снизились на 10,5 миллионов. Мы также следим за тропическим штормом-ураганом и далее, который почти уже обрушился на Флориду и, соответственно, представляет угрозу для ряда нефтедобывающих компаний и предприятий. Также стоит отметить политический переворот в Габоне, это под угрозой экспорт в Азию почти на 200 тысяч баррелей в сутки, и каких-то негативных моментов для рынка нефти сейчас я не вижу. Если добавим еще и доллар, который снижается, соответственно, еще один фактор в пользу развития восходящей динамики. Поэтому я предлагаю не дожидаться уже развития дальнейшего восходящей динамики, рисковать и брать нефть с расчетом на то, что этот актив вернется в район 90 долларов за баррель. Индекс доллара 103.08. Развитие, мощное развитие медвежьей динамики. Я думаю, что это не предел. Снижение, опять же, был сделан акцент ранее на предстоящий релиз Non-Farm Perils, который может отправить доллар еще ниже. Ранее Паул на симпозиуме в Джексон-Холле дал конкретную директиву. Все зависит от макроэкономических отчетов. Рынок понял эту фразу буквально, может быть, даже неплохо, потому что так и нужно реагировать на слабые макроэкономические данные. На этой неделе был слабый отчет по открытым вакансиям, слабые данные по уровню доверия потребителей и вчерашняя статистика – EDP и ВВП. Важные релизы, потому что EDP традиционно предваряет Non-Farm Perils, а ВВП – это вообще общая оценка того, что происходит с американской экономикой. EDP общий показатель – 177 тысяч, прогноз был 195 тысяч, и прошлое значение – 371 тысяча. То есть фактически в два раза хуже, чем мы видели два месяца назад. Думаю, что Non-Farm будет также в районе 170-180 тысяч, и это будет уже минимальным показателем с конца 2021 года. ВВП еще сильнее разочаровал снижение во втором квартале с 2,4 до 2,1%, что в целом является логичным продолжением тех слабых релизов, которые мы ранее разбирали. И, конечно же, слабая статистика тут же сказалась на вероятности повышения процентной ставки в сентябре. Она даже снова снизилась, сейчас это 11,5%. Рынок ожидает, что с такой вероятностью ставку поднимут. А что касается оценки вероятности повышения ставки до конца года, то она также снизилась до 38,5%. Я думаю, что будет еще ниже. Слабый Non-Farm может добить эту вероятность где-то до 30-30 с небольшим процентом. Конечно же, доллар не устоит. Точно инициатива окончательно перейдет к продавцам. Будем поджидать его уже в районе нашего целевого ориентира, поближе к поддержке 100 пунктов ровно. Также вчера обвалились доходности американских облигаций. Это можно связать с тем, что происходит с золотом. Текущие котировки 1945. Мы очень неплохо заходили в этот актив серии сделок и сейчас находимся в хорошем профите. Предел роста еще не достигнут, потому что при том фундаменте, который есть сейчас, я готов даже замахнуться на следующий цель ориентир в районе 2000 долларов за тройскую оунцию. Да, будут какие-то коррекционные откаты, но тенденция, на мой взгляд, уже вырисовывается. И эта тенденция опирается на слабый доллар, на снижение доходности американских облигаций, на рыночный сантимент, потому что 80% трейдеров по-прежнему шортит. И я думаю, что в рамках этой недели, когда в понедельник мы будем анализировать с вами отчеты американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, мы получим еще подтверждение, что институционалы стали активнее заходить в золото, то есть стали проявлять интересы к этому инструменту. Британская валюта против доллара 1,2720. Без изменений каких-то локальных фундаментальных факторов национальной поддержки нет. Ждем заседания Банка Англии через какое-то время, уже в сентябре. Но пока используем слабость доллара для того, чтобы оправдать дальнейший рост и этого рискового инструмента. Австралиец против доллара 0,6480. Длинные позиции здесь также в приоритете. После комментариев главы Резервного банка Австралии Мишель Балок о том, что неизбежно еще одно повышение ключевой процентной ставки, из-за того, что инфляция остается на высоком уровне. Действительно, инфляция держится в районе 5%, а ставка находится на планке 4,1%. Есть возможность для дополнительного ужесточения монетарной политики. Я думаю, что это решение будет принято. И на этом фоне, на ожиданиях этого, Резервный банк Австралии, который сейчас вдохновляет покупателей на сохранение длинных позиций, в конечном счете обеспечит рост австралийца выше отметки 0,65-0,66. Так, друзья, на этом, собственно, все. Основные инструменты мы затронули. Давайте следить за развитием событий. Соответственно, ждать нонфармы. Завтра с утра еще раз обсудим, какие, собственно, ожидания и на что нам стоит настраиваться. Всем спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok